Привет, меня зовут Клава, добро пожаловать на мой канал. Здесь мы обсуждаем уход за волосами и кожей, а также иногда психологию и разные личные темы. Сегодня я пробую новый формат, адаптация причесок и укладок звезд. Я давно хотела что-то такого рода попробовать, но так как я не парикмахер, и в целом я не очень умею на себе что-то делать, я лучше даже что-то делаю на, не знаю, на маме или на подружках, на себе это очень сложно, и я боялась, что мне не будет получаться. Но как же учиться, если не пробовать, поэтому предлагаю вместе сегодня попробовать сделать прическу-укладку Zenday на Оскаре 2022. Zenday вообще, конечно, потрясающая, каждый ее образ и то, как она выглядит всегда, это просто, не знаю, у меня прям... Мое дыхание пропадает, когда я вижу, как она красивая и какие у нее, не знаю, просто какие-то гениальнейшие стилисты, и на этом Оскаре она, конечно, поразила всех тем, как она выглядела. И прическа, которая у нее была в этот вечер, с одной стороны, она кажется простой, с другой стороны, есть некоторые нюансы, которые там, ну, в общем, стоит учесть, на мой взгляд. И да, еще раз хочу сказать, что я не парикмахер, возможно, парикмахеры, которые сейчас будут смотреть это видео, просто будут дико кринжевать, но я, имея какие-то знания о том, как работают стайлинги, как, не знаю, ухаживать за волосами, как чуть-чуть изменить их текстуру. Я попробую, комментируя каждый шаг, воссоздать что-то похожее на эту прическу. Что ж, давайте начнем, попробуем это сделать. Я уже распустила волосы, но, наверное, стоит нам немножечко обсудить, что мы тут видим. Мне кажется, что это такой френч-твист, или как его называются, французский, просто закрученный крендель, или как это называется, прическа, в общем, вы поняли, что я имею в виду. Но другой момент, что текстура волос достаточно интересная, они и объемные, это не просто свои волосы, которые там, как были плоские, безобъемные, хоп, скрутили и получили такую прическу. Нет, тут все-таки поработали с текстурой, тут добавили некоторых акцентных прядей, их как-то уплотнили и разложили по голове, поэтому мы попробуем это сделать. То есть, это такой будет вариант чуть усложненного вот этого французского твиста. Или ракушки, я не знаю, как называется эта прическа. Прежде всего, что бы мы ни делали с волосами, нам нужно понимать, какая у нас отправная точка. Если мы говорим о какой-то укладке, либо же о прическе, нам всегда нужно понимать, какие у нас волосы на данный момент, и какие они должны быть в прическе. Ваши волосы в изначальном состоянии могут быть более мягкие, такие гладкие, скажем, которые хуже будут держать укладку, но они очень гладкие, блестящие, хорошо отражают цвет. Либо же ваши волосы более пористые, шершавые, такие легкие, что ли, которые укладки держат потрясающе, но, к сожалению, если нужен такой эффект супер гладкости, это не то, что нам нужно. И какая бы ситуация ни была на ваших волосах, нам нужно постараться ее привести к тому желаемому эффекту. У Зендеи свои волосы, как мне кажется, очень похожи на мои. Они такой средний, среднепористые, немного, не сильно прям очень у нее тугой завиток, более такие расслабленные полуволны, полугои, где кудри. И, наверное, мне из изначальной точки будет двигаться проще. Но все-таки, что, я думаю, здесь сделал стилист Зендеи с ее волосами перед? Явно что-то было сделано с объемом, и мы постараемся сегодня поставить корни немножечко посильней. Также я думаю, что волосы все-таки немного были сглажены, чтобы они, ну, не совсем были такими пушистыми и торчащими, а немножечко отражали цвет. И это тоже делается все стайлингами на преподготовительном этапе. Поэтому оцените сейчас, какие у вас волосы, если они мягкие, и вам нужны будут какие-то жесткие стайлинги, пенки, не знаю, что-то, какой-то солевой спрей, в общем, все, что будет текстурировать волосы и делать их более такими шершавыми. Если ваши волосы же, наоборот, в сторону какой-то пушистости, жесткости, то попробуйте добавить что-то разглаживающего. Если у вас изначально прямые волосы, то имеет смысл немножечко добавить им текстуры. Возможно, с помощью того же солевого спрея, просто помять их, если они поддаются такой укладке. Если нет, то можно накрутить их на небольшого диаметра плойку, может быть, 2,5 см, стандартная плойка. Подкрутите их, причем делайте в разных направлениях небольшие пряди, чтобы волосы стали такими, ну, немного текстурированными. Нам не нужна идеальная укладка, но нам нужно немного дать вот этой вот формы волосам. Если же волосы, наоборот, супер кудрявые, то имеет смысл их немножко подразгладить. Что я имею в виду? Например, вы помыли голову и нанесли какой-то тяжелый крем. Не мните привычными движениями, не пытайтесь создать кудри. Наоборот, расчешите волосы. Они все равно будут немножечко, да, структурированными, немножко текстурированными и вьющимися, но они не будут такими прям завитками, они будут скорее такими волнами. Я, например, сегодня именно так и поступила. Я не стала делать классическую прям укладку кудрявую там с мнущими всякими движениями. Я просто нанесла крем для волос, расчесала волосы и таким образом они у меня высохли. Мне немножко добавила сушки фена. Что не хватает мне сейчас в моей укладке? Мне не хватает прикорневого объема. И здесь на самом деле у Зендеи это ключевой момент в укладке. Обратите внимание, что у нее прям очень-очень объемный вот этот вот верх. И нам нужно добиться примерно такого же состояния. Что мы будем для этого делать? Мы будем немножечко ставить объем на корнях. Для этих целей я буду использовать спрей Dallas. Это уплотняющий спрей, текстурирующий. Если у вас нет конкретно его, вы можете использовать какой-то солевой спрей, вы можете использовать пенку, вы можете использовать, не знаю, любой полимерный спрей какой-то для объема. И мы будем с ним немножечко просушивать корни, перенаправляя их рост, их положение. Перенаправляя их... В общем, вы поняли. Первым делом я немного прочешу свои волосы, чтобы мне было проще дальше с ними работать. Далее я делю волосы на несколько сегментов. Самое главное для нас, конечно, будет вот эта вот зона у лица, и ее мы отдельно, конечно, будем сушить. Поэтому ее отделяем и как-нибудь закрепляем, в общем, как вам удобно. Дальше я беру чуть большую зону, которой тоже нужно будет делить много внимания. Ну, возможно, не такое прям пристальное, как в той зоне, что у лица. И, наверное, поделим на две части задние волосы. А сейчас будет показ и примерка перед зеркалом. Мы уже сотрудничали с брендом All We Need осенью, и я делала съемку на улице. В этот раз мне прислали на примерку верхнюю одежду, и сейчас я вам ее покажу. Я еще не решила, какой образ себе оставить, но мне было очень интересно попробовать что-то новое и нетипичное для себя. В первом образе у меня молочное пальто-кокон, двубортное, из шерсти и кашемира. Оно свободное и очень здорово на мне сидит, и я чувствую себя в нем элегантно и одновременно очень уютно. Далее, двубортное пальто с ремнем в гусиную лапку. У меня у мамы было пальто в гусиную лапку, и мне всегда так хотелось такое же. Это плотное пальто, плечи акцентные, хороший структурированный силуэт, и образ сразу получается очень собранным. Третий вариант – пальто-халат в оливковом цвете. Самое мягкое и приятное из всех. В нем идеально, мне кажется, гулять, и свободный фасон без застежки для тех, кто, как я, обожает кутаться. Ну и последний вариант – это удлиненная куртка-косуха оверсайз из эко-кожи цвета Camel. Это такая классическая косуха для противников натуральной кожи. Для меня этот образ вообще нетипичный, но кажется, что смотрится интересно. Пишите в комментариях, какой вариант из четырех самый крутой. Мне очень нравится качество All We Need. Это хорошие базовые вещи в классических оттенках, и удивительно, что уже второй раз все вещи на мне сидят идеально. То есть качество кроя просто супер. Почему All We Need? Почему такое название? При выборе тканей и поставщиков, каждый раз, когда создатели находили что-то, что прям идеально отзывалось их виденью, они говорили «О, то, что нужно». Фраза была приятная на слух, поэтому бренд решили назвать All We Need. И у них есть действительно все, что нужно. Я очень рада поддерживать сейчас наши бренды и горжусь тем, что они такого высокого качества. Если вы сейчас ищете идеальную верхнюю одежду, то у All We Need вы ее найдете. Смотрите новую коллекцию по ссылке внизу в описании к видео. Итак, что мы будем делать, чтобы добавить объема и плотности у корней? Я беру спрей и распыляю на сухие волосы на прикорневую зону. И теперь нам понадобится жесткая расческа. У меня вот такая вот от YS Park. Она с дырочками, поэтому хорошо продувается воздух. Такая расческа очень удобная делать объем на волосах. Пен, конечно же, с насадкой-концентратор. И мы будем сейчас, оттягивая волосы против их роста, просушивать эту зону. Я уже чувствую, насколько более жесткие вот эти вот участки у корней. Повторяем так с каждой зоной. Потрясающий объем уже. Такое ощущение, что у меня в два раза больше волос. Ну и последняя зона у лица. Самая, наверное, важная. Воу, какой у меня объемчик тут хорошенький такой. Теперь с таким объемом нам будет намного проще. Что делаем дальше? Дальше конкретно выстраиваем прическу. И это очень простой на самом деле момент. Наверное, самый простой. Можно делать только его на самом деле без всякой подготовки. Просто это не будет выглядеть так объемно и интересно, как у Зиндеи. Я предлагаю отделить верхнюю часть волос. Вот примерно такое количество. И оставшуюся часть мы закрутим в простой вот этот вот французский твист. Каким образом мы это делаем? Мы собираем сначала легкий хвост. Затем таким образом делаем руку. То есть просто два пальца указательный и средний мы выставляем. Остальные сгибаем в кулачок. И прокручиваем волосы вокруг этих двух пальцев. И затем пальцы подтягиваем как бы наверх. Таким образом волосы на концах останутся внутри этого твиста. Будет практически не видно, где это произошло. Итак, сейчас я попробую это сделать. Надеюсь, что вам будет видно и вообще все у меня получится сзади. Я плохо ориентируюсь. Собираем легкий хвост. Он не должен быть сильно высокий. Просто такой легкий объемный хвост. Далее пальцы таким образом. И накручиваем полосы на эти пальцы. И поднимаем это все наверх. Вроде получилось, я не знаю. Далее нам, конечно же, понадобятся шпильки, чтобы это все закрепить. Я использую самые обычные шпильки. И начиная снизу закрепляю. Шпильки можно немножко подогнуть, чтобы они больше как бы по форме головы сидели. И далее вот этот вот оставшийся... Не знаю, как его называть. Оставшуюся гулечку тоже закрепляем. Но мы еще с ней немножко пошаманим. У Зиндеи, как вы могли заметить, я изучила архитектуру всей этой прически. У нее как бы самая плоская часть ушей. Затем она поднимается в такой, скажем, ромбик относительно лица. То есть вот что-то типа такого у нас должно получиться. Мы это попробуем сделать из вот этих волос. Я не зря их сразу не закрутила. Плюс, если мы посмотрим на ее укладку, у нее эти волосы... Конечно, у нее там еще дополнительные пряди наверняка есть. Я читала, кстати, как делали эту прическу. Ей делали пряди там изначально. И наверняка это объемная штука получается за счет того, что там очень много волос. Но мы попробуем своими силами, своими волосами это сделать. Плюс у нее, насколько я вижу, немного здесь вот с этими передними немножко что-то накручено. Еще мы тоже сделаем это. Еще большой плюс, конечно, что эта укладка очень такая расслабленная. И, казалось бы, там большой беспорядок. Нам не нужно соблюдать какие-то просто четкие идеальные формы. И это просто для начинающих, как я. И, может быть, вы тоже начинающие. Итак, для того, чтобы эти волосы были еще более объемными и жесткими, я добавлю немножко капельку просто пасты Bad Lens. Вы можете взять какой-то секвой шампунь, либо текстурирующую пасту какую-то. Растираю в руках и наношу на прикорневую зону. О! Вот это мне нравится. И теперь эти волосы нам нужно немножко как бы смоделировать и закрепить вот в форме, похожей на ту, что у нее. Вот каким-то таким образом. И тоже закрепляем шпильками. Если бы мы закрутили сразу все волосы вот в эту французскую улиточку, то у нас бы не получилось бы вот такой объем создать в этом месте. Далее, что есть интересного также в этой всей укладке? Особое внимание уделено вот этим вот маленьким волоскам или baby hair. Как обычно мастера с ними работают? С помощью зубной щетки. Можно взять какой-то гель. Я возьму, наверное, спрей-возку от Кутерин Мото. Немножко распыляю на щеточку и причесываю эти волосы. Чтобы они были более такие, что ли, ровные. То же самое можно сделать с теми, что чуть выше. У Zenday они все идут как бы прям ровно вбок. Мы так и попробуем это тоже сделать. Далее пришло время немножко это все подзакрепить и немножечко структурировать. Можно использовать какую-то пасту-помадку. Я могу также пользоваться этим воском, потому что он очень удобно распределяется, не склеивает волосы. И такой легкой вуалью не приборщить с ним очень легко. Я распределяю и немножечко приглаживаю. Все движения у меня будут направлены вот в сторону самой верхней точки. Что еще интересного, мы можем добавить чуть больше структурированности. Для этих целей можно использовать какой-то воск, также пасту. Я попробую немножечко добавить этой структуры с пастой Arnko Control. Я очень люблю Arnko, но совсем не обязательно покупать именно эти продукты. Можете найти аналогичные, похожие какие-то в более низком ценовом сегменте. У Кутерину того же очень много классных продуктов. И немного прохожусь, особенно по вот этим вот прядкам, которые с краю. Также в Zendaya немного вот здесь расслабленные прядки. Если вам тоже так нравится, вы можете их поддоставать, чтобы вся прическа выглядела чуть более такой естественной, что ли. Сейчас я накрашусь еще немного и вернусь, и мы посмотрим на весь финальный вариант. Такой вот у меня финальный образ. Моя интерпретация прически Zendaya на Оскаре 2022. Пишите внизу в комментариях, как вам такой формат. Как вы считаете, получилось ли у меня что-то похожее. И вообще, стоит ли продолжать делать такого рода разбор. Может быть, вам интересно узнать, как делают укладку какой-то конкретный селеб, который вам нравится. Пишите обязательно внизу. Также я очень открыта к какой-то критике и предложениям. Поэтому поделитесь, если вы считаете, что что-то можно было сделать иначе, и получилось бы более похоже. Но мне кажется, что даже так, очень какая-то нарядная и красивая прическа. Нетипичная для меня, и для меня это было очень просто. И я думаю, что я точно, точно ее буду делать в жизни. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал обязательно. Там я регулярно выкладываю какие-то свои мысли относительно бьюти-индустрии, делюсь полезными ссылками, и там я наиболее активна. Подписывайтесь на мой канал, если не хотите пропустить ни одну тему, ставьте колокольчик обязательно, чтобы приходили уведомления. И у меня все равно сегодня. Увидимся в следующем видео. Пока.